всем доброе утро дорогие друзья у нас время 9 утра про детишек собирать школу решила разогреть чай как разогреть микроволновку будем сейчас разогревать по-другому просто никак в город потом сегодня поеду куплю чайник а пока микроволновка выручает нас на 3 минуту включу еще надо разогреть им по беляшику свете и маши света сейчас едет а Маша попозже едет и позже в школу и то вот так вот и приходится сейчас водичку согрею сделаем чай и будут они у меня пить чай с печеньками или с чем там захотят я не знаю многие писали почему пусто сушилка пустая у меня когда высыхает сушилка я посуду ставлю в шкаф чтобы когда потом другую мыть опять стоит поэтому она у меня вот так вот бывает то написали да наверно у них вся посуда грязная ну да сегодня у меня грязная по сути сегодня я еще не мыла мне еще не до этого пока было работы и так хватает что вот такие дела ладно дорогие друзья сейчас накормлю светочку соберу ее в школу отправлю потом будем дальше дела делать потом не на год получается оксана все 12-15 уроки заканчивается на 12 часов не на год или на полдвенадцатого поеду посмотрим в город включай не потому что без чайника а да меня вчера обвинили то что я вру что у меня сгорел чайник вот ребят показываю видите сплавилась дырка насквозь насквозь все как бы ты его не включала он уже все видать где-то что-то провод какой-то подгорел ну ничего ладно что теперь поделаешь бывает жизне огорчение ничего страшного я деньги оставила еще чтобы купить чайник поэтому сегодня поеду и куплю поездка в Соликановск уже сто процентов отменяется как-то так ну я подругу попрошу чтобы она хотя бы сыну завезла продукт сама я уже никуда не приеду у меня уже денег все все писали да она трех до семи получит на эти деньги поедет ну вот получила я заплатила за квартиру заплатить сегодня налоги чайник куплю еще за садик на пол три тысячи платить за садик оплачу уже когда зарплату получу тогда за садик оплачу потому что сейчас уже денег у меня осталось уже три тысячи вот у меня сегодня тысячи может быть ну чуть-чуть ну тысячи я на чайник не больше плюс надо еще за землю хотя бы 700 рублей платить а пене уже потом в следующем месяце кучу ну нет у меня возможности сейчас сразу все оплатить а там посмотрим как и что дальше будет и дети просят рыбу жареную хочу на оптовую базу потом не знаю заехать не заехать или в магазине взять просто на оптовой базе она дешевле намного чем в магазине в магазине она сейчас 120 рублей за килограмм а на мою семью как вы понимаете не один килограмм на рыбу все надо горячее что это чайника полоснуть сейчас чайника полосну и детям чайки пока поставлю беляшки разогревать я прям в пакетике на 30 секунд и самое ладно разогреваю и делаю чай села попить кофе и сейчас вот немножко читала комментарии хотела сразу ответить настя почему вы так дорого платить и за квартиру у меня это 7000 в том месте честно говоря в том месте я не оплатила свет и воду потому что я решила закупиться побольше комбикорма чтобы не хватило до конца октября но мне все равно не хватает поэтому вот так вот поэтому в этом месте вот у меня вышло с 7 с копейкой это за два месяца ребята у меня в общей сложности три четыре тысячи выходят в месяц с вода и свет но это все вместе вода и свет да у нас нету слива ну и что теперь и насчет воды постоянно ругаясь сегодня опять хочу зайти в это каналов потому что я уж устала ругаться я звоню по телефону постоянно говорю но это без толку пойду сама ругаться у меня на счетчике написано 118 до они мне пишут 138 вот как я вообще в шоке и так постоянно мы ругаемся насчет этих счетчиков ну ладно не в этом суть сейчас попью кофе и надо собрать носки сухие убрать белье какое приправе кое-какое приправе сегодня хотела марине балоневые штаны одевать она не захотела идиотоники ну ладно постирала ее на балоневые штаны высохли похолоднее будет все равно оденет что мне все лица красная да насчет того что как вы не знаете так насколько муж уехал куда уехал да он уехал на работу ребят просто их они поехали там дорогу где-то что-то что ли делать не знаю точно не знаю не вникает его на он сказал может быть с ночевка но еще не факт уехал он сказал если вечером не приеду значит с ночевка на несколько дней получится но вот сегодня его не было дома может быть завтра придет может быть вечером при без понятия поэтому мне самый главный помощник это якурка мне дрова таскает он мне ведра выносит ну когда он дома когда нету и все сама приходится делать печки ты плюс сама все сама принципе мне это не трудно черода вчера чаще приходилось подкидывать дрова чтоб воду греть потому что ведь у нас энергии надолго жить сильной энергию не хочется мне легче то печку растопить и разогреть чайник но ничего сегодня куплю электрические детям будет удобно и мне спокойнее так что вот так вот ребята у нас новости оставайтесь с нами всем добрый день мы с машей едем уже не надо забрать оксана маша на уроке едет на ваша маша москву дело молодец а где моя маня взяла маску слава господи я уже спугалась ну я забыла ладно бежим на автобус так дорогие мои приехали мы уже со школы глаз зашла купила яйцо 30 штук будем сегодня салатик делать огурчики взяла и мы увидали вот такую же халву как мы с егором брали только намного дешевле полос 75 рублей за баночку мы взяли три вот такие вот разные баночки пробу и до купила я ребята сегодня чайник там были разные можно было даже 600 рублей взять но они такие вонючие короче я не стала мараться и взяла дорогой за полторы тысячи рублей но не сильно дорогой только нормальный сейчас раскроем и посмотрим помоем потом его вот чайник стеклянный вот такой вот взялась подсветка у него горит у нас когда-то был да если опять грибочки купила гарантия на него мне сказали идет год чек главное сохраняйте коробку сейчас я его помою и включу а наш старый уберу уже чайник служу что-то какая-то открыла в цу 5 что открыла не знаю сейчас печку затоплю буду кушать варить салат все помыла и поставил видите как у него подсветка работают ура мы с чайником снова сейчас села смонтировать быстро и забыла показать сегодня еще взяла вот такую мышку для ноутбука во время трансляции чтобы эти смотреть комментарии потому что пальцем неудобно по ноутбуку водить эта мышка у нас заедает старая она вот такая вот удобная большая я люблю большие я не люблю маленькие вот это вот у меня тоже большая с подсветкой эту я экспрессе по моему брала а это вот там же дичи они всего на 200 рублей 199 рублей 200 рублей группа говоря стоит на нее тоже гарантия действует две недели вот трансляцию буду делать и как раз заодно проверю как она хотели вся лохматая как не знаю чоп из шапки а сегодня голову вечером помыть ладно дорогие друзья сейчас выпущу видео как раз васильком а с вами еще увидимся сейчас выпущу видео и пойдем готовить кушать так поставила варить яйцо и разогревает суп ячейки из под яиц рубую в печку запихиваю сейчас пойду за молоко молоко молока дома нету я приеду вчера палец я сожгла он у меня сегодня болит я просто тут печку ячейки эти запихиваю. Ну, так вот и получается, ребята. Приходил у меня знакомый, посмотрел розетку. Сегодня у нас полыхнула ведь розетка. Дым пошел из нее. Посмотрел, говорит, все, надо покупать новую. Вот вечером пойду в садик, надо еще розетку купить. Потом позвоню ему, и он придет, мне заменят розетку. Ладно. Идем в магазин, пока печка разогревается. Егорушку сейчас, чтобы посмотрел. Иду в магазин, надо купить молоко. Так, хлеб у меня есть. Сейчас посрю, может, еще яйцо. Возьму еще штук 30 и пожарю хлеб с яйцом, потому что хлеба аж опять будет. Испортится, жалко будет. Что-то дети хлеб перестали есть. Ладно, иду в магазин за молоком и за яйцом еще. Так, все, сходила второй раз в магазин, показываю снова. Еще 30 яиц взяла. Первые 15 яиц уже поставила варить, 15 в холодильник убрала. Дальше в магазине увидела вот такие вот пагетти. Нам нравится очень эта фирма. Берем. Три пачки последние были, забрала. Дом пускай лежит, есть, пить не просит. Также вот такую фруктовую смесь взяла девка. Шиповница сушеная немножко взяла. И семя тыквы, это я для шумшилок у нас закончилась. У нас вот такого пакетика хватает на год. Дальше взяла 3 литра молока. Оксана, поздоровайся со всеми. Так, тут 2, тут еще литр. И литр кефира взяла. И также купила 3 помидорки. Огурцы до этого взяла, а сейчас помидорки взяла. Сейчас я вам всем разделю, да. Немножко взяла, у меня дети любят вот такой вот. Но большую не стала брать, взяла маленькую почти. А то в последнее время очень много сладкого стали есть, да? Хеллву-то пробовала? Не хочешь? Ребенок от сладкого отказался. Я не стала не любить. Не любить стала? Вот видите, многие спрашивают, почему Оксана вот так вот волосы. Знаете, Оксана любит парикмахера играть. Да, Оксана? Да. Что здесь? Что здесь? Видите? Да? Мне стало попавить лишь красную визу. Да? А другие пробовала? Да. Ну, можешь взять красную тоже попробовать. Нет, я переел сахар. А, ты уже переел сахар? Ну ладно, дорогие друзья, вот такие вот покупки. Сейчас все варим и потом готовим салатик. Поставила суп разогревать еще. Сейчас поем суп. Они не хотят суп есть, но я с радостью поем суп. Ладно, всем хорошего дня. Дорогие мои, опять забыла камеру включить. Рассказываю. Разбила сюда 15 яиц. 2, 4, 6, 8, 10, 11 яиц. 15 яиц. Сейчас взболтаю, добавлю соль немножко и молока немножко. И будем жарить хлеб с яйцом. Так, я сейчас вас вот так вот поверну, потому что я пойду сюда, у меня тут соль и молоко достану. Вот так вот. Дети попросили хлеб с яйцом, вот хочу пожарить его. Я не знаю, напишите, вы добавляете в яйца молоко или нет. Я вот добавляю немножко молока, тогда оно вкуснее получается. Я совсем немного, но добавляю. И крепко-крепко взбиваю просто. Челсенько. Сейчас мама хлеб съедет, он вам пожарит. И будет вкусненько. Все, наверное, хватит. А то через чур много будет. Будет тоже перебор будет, если много будет сильно. Все, добавим его уже. Сейчас достану хлеб, нарежу и будем жарить. Будем, будем жарить. Так, что у меня тут? Раз булка, два булка, две. Давайте три булки пожарим. Хлеба с яйцом. Пусть кушают на здоровье. Они у меня любят хлеб с яйцом. Поэтому мне жалко. Такое едят. Нравится им это? Пусть едят. Мне все пишут. Настя, купи-то нормальные ножи. Причем у тебя вот такие вот ножи. Куплю, ребят. Обязательно куплю. Но позже. Все постепенно купится. Не все за раз. Да. Мы 4 ноября будем выступать. Где? Мы в 3-й школе. Там. А? Не знаю. Все понятно. В 3-й школе там мы танцы ведем. Не ведем, а ходим на танцы, да? 4 ноября выступать. Хорошо. Нам надо будет на белых футболках написать белый, синий, красный. Она сказала... Она потом не оттерется? Она сказала новую купите. Ага, сейчас. Я что, миллионер, что ли, вам каждый раз новую покупать? Угу. Нам все-таки закажешь. Нормально. Нам все-таки закажешь на бух. Так я нынче не заказывала. Ну, потом закажешь. А на физкультуру ты как будешь ходить пока без футболки? Пока придет. Надо на физкультуру другую одевать. Так сказали. Ладно, все, иди отсюда. Давай мама будет кушать готовить. Так, сейчас буду ставить сковородку. Катя, дай вам то зелененькое полотенчико, пожалуйста. Телефон забыла. Из микроволновки. Где телефон забыла? Не знаю. Тут у меня яйца варятся. Сейчас поставлю разогревать сковородку. У меня, Марина, штаны уже высохли. Надо их отсюда убрать. Масло, масло, масло достаем. Блин, да куда его опять убрали? У меня все по шкафчикам по-своему перелаживают, и потом постоянно я ищу. А я в кухне положу, а у нас нету. Нету здесь телефона твоего? И не было. Так что вот так вот. Я режу вот такими кусочками хлеба, и сейчас будем с вами обжаривать его. Ладно, пускай пока сковородка разогревается, вы далеко не уходите. Так, ребята, положила я уже филоровую партию жарить. И заметила, что Катя камеру выключила. Жарим, 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 жарим. Сейчас пожарю весь, и потом покажу, сколько нажарила. Суп у меня уже скипятился. И тут, по-моему, уже яйца закипают. Да, яйца уже закипают. Значит, скоро будем готовить вместе с вами салат. Ребята, хотела показать, у нас на улице снег идет. Опять снег идет. И да, многие просили показать тюльку. Вот такая вот у меня тюлька тут висит. Кухонная тематика. Видите, она тут чайнички нарисована. Но мне нравится. Потом еще какие-нибудь другие шторочки тоже всегда прикуплю. Разогрела, ребята, себе суп. Хочу перекусить, буду жарить и перекусить немножко. А то что-то голова кружится, хожу, думаю, что я сегодня у меня такое состояние. А я сегодня еще не чай не пила, ничего не ела. Поэтому у меня вот такое вот состояние. Нестояние. Так, в мусорку. Тоже сюда. Сейчас все пообираю на столе. И поем супом. Я уже целый тазик, вон такой сейчас, ребята, вам покажу. Вот такой вот тазик уже нажарила хлеба. Еще у меня жарится хлебушек. Параллельно тут все жарю. Вся красная, как помидор, да? Ну, на кухне уже жарко становится. Поэтому я уже все красная. Ну, ничего, зато и дети будут вон. Женская доля вот такая. Да? Так, ладно, сейчас все поубираю и перекушаю немножко. А то я что-то аж штормит меня власти стороны. Дорогие друзья, все, нажарила весь хлеб. Ребятки кушают, ходят. И я все никак не могу поесть, сесть. Все времени нет. Так, ну ладно, вот такие вот. Получилось, было полное, уже поели, походили. Вот, нажарила. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие мои друзья, все приготовила. Суп так и не смогла доесть даже одну порцию. Сил просто нет. И такое ощущение, что я воздухом уже наелась. Оксана, ты свой пенал забыла, дочь? Я сейчас заполняю Оксаночке дневник. И хотела поотвечать на ваши вопросы, потому что очень много вопросов, очень много комментариев. Я сейчас, наверное, буду каждый раз это делать. На каждое, которое видео, последнее было, отвечать в комментарии. Ну, если, конечно, у меня получится. Но я постараюсь, ребят, я очень постараюсь. Так. Сейчас попробуем открыть комментарии. Вот тут наш любимый Василек, последнее было. О знакомом вещи за деньги или реклама? Так, конечно, за деньги. Почему я должна знакомым давать бесплатно? Ну, не всем, конечно, но родственницы я в основном всегда бесплатно отдаю. Мне понравились носки. Тоже себе такие хочу. Татьяна С. Детям тоже понравились. Они просили. Вот в этот раз мы заказ сделали еще один, но там не было таких носков. И у меня дети попросили, мама, если, говорит, вдруг опять такие же появятся, закажи каждому по упаковке. Будем заказывать. Что теперь? Дети хотят начать нам заказать. Распаковка отличная. Все красивое. Спасибо. Посылочка супер. Почему нельзя заказать всем детям сразу по майке, но всем деткам? Я раньше заказывала так на разные, но из-за того, что подписчики думают, что я к Маше плохо отношусь якобы, они попросили для Маши отдельно. Поэтому Машу мы делали отдельно, но Маша решила заказать еще и Кате. Поэтому вот так вот. Ладно, сейчас почитаю еще комментарии и постараюсь ответить. Так, вот нашла интересный комментарий. Летние платья это хорошо, но у старших курток теплых нет. Ребят, так на Васильке курточек нету тоже. Если были бы там, можно было бы заказать куртки, я бы с радостью заказала детям куртки там. Я знаю, что у меня есть куртка у Кати зимняя и есть куртка у Светы зимняя. Мне надо куртку Маши. Егору обязательно надо куртку у него, потому что до пупка куртка стала совсем короткая. Потом мне надо, по идее, бы Оксане поменять, потому что Оксана, в которую сейчас куртки ходит, в ней ходила Света, в ней ходила Катя, в ней ходила Маша и в оконцовке досталась Оксане. Но она без капюшона, капюшон уже все, и вот получается вот, желательно бы ей еще купить. А у остальных у меня куртки есть. Вот получается мне на Маше, Егору и Оксане. Вот как-то так. У Светы там есть, но она вот упертая. Вот она не хочет их такие носить. Там есть плащ цветной всякий. Она говорит, мама, я хочу парку. А парка, она, как вы знаете, стоит недешево. Тысяч пять-то будет только парка. А четыре-пять тысяч парка. Ну, да, подождите секунду. Так, сейчас я... Подожди. Не могу найти. Сейчас, подождите секунду, Оксане. Так, Оксана, на ИЗО готовишь альбом, гуашь, кисточку, баночку, клеенку. У меня гуашь нет. Ну, у тебя красочки были. А где твоя гуашь? Я же тебе покупала гуашь. Я всем покупала гуашь. Нет. Опять девочки твои забрали. Ну, просто красочки возьми. Или я потом... Так, дорогие друзья. Дорогие друзья, ну, вот видите, там нету вот курточек. Я бы с радостью, ребята, заказала, если бы там были бы. Куртка в самый раз для Машеньки. Это не куртка, это кофта. Да, она хорошо Машеньке, эта кофта. Там на Васильке нет ни курток, ни обуви, ничего такого пока нету. Ну, вот я видела маленький, только вот у меня приходила для Марины. Оксана, смотри, не она узкая, а Оксане она в самый притык. Ну, вот такая вот пока. Так вот больше я не видела там ни курточек, ни обуви. Машуля красотка, кофта розовая, ей подошла очень хорошо, да. Она даже Кате подошла эту кофту, и Катя такую же попросила, только она попросила, чтобы вставки здесь были серебряные. Все подошло. Маше куртку зимнюю купили. Нет, мы Маше куртку зимнюю не купили еще. А можно чуть-чуть кафе? Так, на огороде ходить самое то. Вещи, конечно, оставляют желать лучшего. А чем Вам вещи не понравились? Зима впереди, а заказываете летние платья размер в размер. Я вообще-то для садика заказывала. В садике очень жарко. И на Васильке не продают теплых вещей. Там нету курток, там нету обуви, там ничего такого нет. Там нет даже шапок самых элементарных. Так что вот так вот, дорогие друзья. Я понимаю, что Вы хотите, чтобы я там заказала, но там этого нету пока. Но, надеюсь, появится.